Итоги уходящего четверга подводят наши корреспонденты. Я Максим и Кембель. Смотрите сейчас. Мамины слезы и папина гордость. В Беларуси отметили День знаний. Еще мне нравится группа, она такая, разными цветами. Кто провел открытый урок. Мгновение ока на Ланькова сбили маленького велосипедиста. Влетел, повис на капоте, я начал плавно останавливаться, все, он там тут начал кричать. В каком состоянии ребенок? С бобруйским колоритом в еврейском дворике прошла встреча с молодыми специалистами. Я не ожидал такого, скажем, хорошего отношения. Как это было? А также новое золото, базовая ставка и осенний прогноз. В пятницу ожидаются ночные заморозки. Что будет дальше? Рюзак знаний. В Беларуси стартовал новый учебный год. 1 сентября во всех учреждениях образования прошли торжественные линейки. Школьный сезон начался более чем для миллиона учащихся. 115 тысяч ребят сели за парты впервые. Открытый урок по истории лично провел президент. Особенной аудиторией стал дворец независимости. Сюда пригласили лучших учеников со всей страны. Около 300 человек. Однако занятия видели во всех учебных заведениях. Велась прямая трансляция. О правильном воспитании с акцентом на патриотизм. Карина Гуревич. Белые бантики, стильные галстуки, взволнованные родители, учителя и, конечно, дети. 1 сентября – долгожданное событие для всей страны. В Бобруйске свои двери открывают 34 школы. В молодежном микрорайоне на торжественной линейке полторы тысячи ребят. Для детей это только второй год в этих стенах, но они уже успели стать родными. С первым учебным днем поздравляет мэр города. Александр Студнев с особой теплотой желает интересных уроков, высоких результатов и веселых школьных дней. Мы должны и любить, и почитать наших преподавателей. Потому что для них это тоже сложность. Сложность в общении с ребенком, найти общий язык с ним. Потому что каждый ребенок – это личность. Это человек, который хочет к себе, в первую очередь, внимания. Для 35-й школы праздник тройной – день знаний, год со дня основания и переименования. Теперь учреждение образования носит имя почетного гражданина Бобруйска, дважды героя Советского Союза Павла Батова. Здесь же открывают и мемориальную доску. Внутри учебного заведения – небольшой музей. Воплотили идею в жизнь в кратчайшие сроки. Решение приняли совместно с гостями из Рыбинского района России, родины генерала. Город Бобруйск нас встретил очень тепло и радушно. И в ходе вот этой встречи руководителем вашего города, Александром Викторовичем Студневым, была высказана идея о переименовании как раз. Я поражен от того, что я увидел. Во-первых, это очень замечательная, красивая, современнейшая школа на высшем уровне. Но низкий поклон гражданам, нашим братьям на белорусской земле, что у вас все так душевно, так замечательно. Первый урок в школе посвящают исторической памяти, донести информацию до ребят о работе учителя. Однако сегодня непростая задача ложиться на плечи президента. Александр Лукашенко лично проводит занятия для старшеклассников. Прямая трансляция проходит во всех уголках Синеокой. Глава государства рассказывает о корнях белорусского народа, о становлении независимости страны и важности сохранения суверенитета. Отвечает и на вопросы тех, кто находится в зале. Поскольку я будущий абитуриент, мне бы было интересно знать, чего ждать отступительной кампании после изменений в сфере образования. Спасибо заранее за ответ. Скажу в ближайшее время, к какому мы пришли результату. Если бы вы спросили у меня, я за что, я боюсь вам отвечать. Я вижу очень большой недостаток в централизованном тестировании. Кто-то наугад, кто-то как-то, кто-то там тренирует. Ну, в общем, все недостатки этого процесса я знаю. И положительные я знаю. Я экзамены сдавал, как я вам сказал. Там преподаватель сидит и видит человека. В третьей гимназии тоже многолюдно. А здесь звучит музыка и, конечно, стихотворения от первоклашек. Они главные герои дня. Такие искренние эмоции, пусть и от коротких строк, вызывают улыбки как у родителей, так и у гостей праздника. Пусть этот день для первоклассников будет самым замечательным и счастливым в школьной жизни. Принесет много ярких открытий, добра, теплоты, много новых друзей и будет очередной ступенькой ко взрослой жизни. На лицах сосредоточенность и улыбки, а в руках букеты и порой больше, чем сами малыши. Ребята необычно чувствуют себя в нарядной и такой непривычной школьной форме. В страну знаний в первой гимназии отправляются 80 детей. Вспышки фотоаппаратов и радостный трепет. Мамы, папы, бабушки и дедушки волнуются еще сильнее. Эмоции переполняют, позитивные. Вспомнились свои школьные годы. Готовились, переживали, волновались. А сейчас вот думаем, как бы не расплакаться от позитивных эмоций. Волнительный день. Я сегодня ребенка своего младшего отправляю в первый класс. Это такие неописуемые эмоции, что у меня уже слезы на глазах. Это такое счастье, такое волнение. Все, что связано со школой, это, безусловно, подрастающее поколение. Это будущее наше. Поэтому этому в государстве уделяется самое большое внимание. Будущее определяется здесь, в школе, в гимназии, в каждом учреждении образования. Потому что с этого начинается личность самого ребенка. В школе малышей встречает светлый, просторный класс. И первая учительница – та, что запомнится им на всю жизнь. Ребята дружно поднимают руки. Все хотят отвечать. Что такое школа, расскажи. Это когда учатся дети. А что тебе нравится в школе? Нравится больше, когда занимаемся и едим. Тебе нравится в школе? Да. А что тебе нравится? Ну, мне нравится доска, что она красивая. Еще мне нравится группа, она такая разными цветами. А кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Хоккеистом. А почему ты хочешь стать хоккеистом? Потому что в него настоящие музыки играют. Большой праздник и в четвертой школе. Пусть адрес привычный, но все здесь совершенно другое. Летом провели капремонт. Новыми красками заиграли стены, пол и потолок. В двух кабинетах начальных классов установили телевизор и интерактивную доску. Но главное – обновление снаружи. Заменили кровлю, уложили асфальт и в целом привели территорию в порядок. Учреждение одной из старейших в городе работает вот уже 86 лет. В восторге как дети, так и взрослые. Благодаря тоже нашему горисполкому и Валентине Ивановне нашей общими, скажем так, усилиями нас в нашей школе поменяли все окна. Это просто большой плюс. Окна, двери, у нас все меняется. То есть у нас за 12 лет, я могу сказать, что произошли колоссальные изменения. Когда я ее помню еще в свои школьные годы и сегодня, и, конечно, в лучшую сторону изменила школа, но я думаю, что это и правильно, и все не должно стоять на месте. И я надеюсь, что и дальше наша школа будет только радовать нас. Старт учебному году дан. Беззаботные летние дни закончились, но впереди новые впечатления, необычные занятия, большие успехи и победы. Одни только знакомятся с буквами и цифрами, другие уже выбирают специальности в вузах и колледжах. Но для каждого этот год, без сомнения, станет особенным. Карина Гуревич, Татьяна Горбач, Ольга Васенда, Максим Кембель, Дмитрий Шевцов, Максим Галеонко, Станислав Чечерин, Бобруйск, 360. Смотреть в оба. В Бобруйске произошло ДТП с участием велосипедиста. ЧП случилось накануне в шестом часу вечера. Водитель Мазды поворачивал Снанькова на 50 лет в ЛКСМ. В это время проезжую часть пересекал мальчик на байке. Сообщается, что он не спешился. Женщина переходила. Я ее пропустил, начал трогаться. Ну вот ребенок в меня и влетел. Влетел, повис на капоте. Я начал плавно останавливаться. Все, он там тут начал кричать, что ай-яй-яй. Госпитализации пострадавший не нуждался. Медицинскую помощь ему оказали на месте. ГАИ призывает родителей проявлять повышенное внимание к безопасности детей. По накатанной в Бобруйске продолжаются ремонты, асфальтирование уличнодорожной сети. Работы ведутся на интернациональной от улицы 50 лет Октября до развязки на Крылова, что носит временные корректировки движения транспорта. В связи с этим могут возникать неудобства, например, для автобусов, которые следуют в сторону автовокзала. Ремонт на этом участке планируют завершить к концу месяца. В этом году действительно проведен большой объем работ по ремонту уличнодорожной сети. На сегодняшний день мы уже выполнили 185 тысяч квадратных метров ремонта. То есть, по сути, сделано больше, чем за весь прошлый год. В ближайших планах выполнение ремонтных работ на Карла Маркса – от молокозавода до путепровода Крылова. Плюс реновация коснется переулка Богдана Хмельницкого и Первой Луговой. Дополнительные надбавки, холодный ветер и финишная прямая. Аграрии перешагнули планку 8 миллионов тонн зерна. Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Аграрии перешагнули планку 8 миллионов тонн зерна без учета кукурузы. Самый весомый каравай в Минской области. Брестская и вовсе выполнила все показатели. По стране осталось убрать около 3% площадей. Цифры говорят сами за себя. Сельскохозяйственный год удался. В стране повышается базовая ставка. Теперь она составляет 211 рублей. Дополнительные надбавки получат воспитатели детских садов и их помощники. Только на это из бюджета направлено свыше 18 миллионов рублей. В Беларуси установлены сроки сбора клюквы. В Могилевской области с 12 сентября. За брусника уже сейчас можно идти в лес. Пользоваться совками и гребенками запрещено. Нарушителям грозит штраф до 640 рублей. В Беларуси в пятницу ночью местами ожидаются заморозки. Столбики термометров покажут от нуля до минус двух. В отдельных районах пройдут дожди. Прогнозируется холодный северный ветер. Днем воздух прогреется до 20 градусов. Радушные по-домашнему. В еврейском дворике прошла встреча с молодыми специалистами. Под звуки скрипки и теплые приветствия раввинов, вчерашние выпускники колледжа и вузов познакомились с традициями Бобруйска, города, в котором им предстоит жить и трудиться. Совсем недавно 25 юношей и девушек пополнили коллективы фондока, пенс-древа, славянка, электромразвития, дистанции пути и электросетей. Сегодня мы колоритно встречаем молодых специалистов, прибывших в город Бобруйск. Цель данного мероприятия – познакомиться, узнать проблемы людей, успокоить, чтобы люди понимали, куда они могут обратиться, кто им может помочь в решении каких-то насущных вопросов. Предприятие и коллектив меня встретили просто изумительно. Я не ожидал такого, скажем, хорошего отношения. Меня это зацепило, когда я еще проходил здесь преддипломную практику и решил распределиться на данное место работы. Возможности для профессионального и карьерного роста, вопросы льготного кредитования и получения общежития – эти темы в неформальной обстановке молодежь обсудила с руководством администрации Ленинского района. В этом году в Бобруйске закрепились 600 молодых специалистов. Из них 213 прибыли из других городов по распределению. Для всех оказывается всевозможная помощь – от жилья до материальной поддержки. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! 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 Счастливо!